Возвращаемся в программу Народная Трибуна Возвращаемся в программу Народная Трибуна Возвращаемся в программу Народной Трибуна Я сегодня стараюсь быть равноудаленным от двух кандидатов в президенты и даже не высказываю свое мнение, вот конкретно если бы я был гражданином Украины и я бы голосовал Кстати, мнения многих украинцев, которые находятся за пределами страны разнятся с теми мнениями тех украинцев, которые живут в Украине Но я хочу аргументировать абсолютно не снимая ответственности с Порошенко за те моменты коррупции, которые существуют в Украине за те моменты обнищания населения Но во всяком случае, давайте будем объективны Порошенко не принял богатую, процветающую страну, где население просто жировало по всей программе Правда? И будем говорить, что и коррупцию не привел в страну Порошенко За 28 лет независимой Украины этими процессами занимались все ранее мною перечисленные президенты и не только президенты И снова таки говорю, это не продукт деятельности, пятилетней деятельности президента Порошенко Но давайте будем объективны Именно Порошенко сумел создать боеспособную армию И хотя и здесь есть промах в назначенствах, то есть в руководителях в этой армии Порошенко вернул церковь в лоно матери церкви, о чем вы сейчас сделали большой акцент Но будучи гражданином России или выходцем из России, не обижая вас Просто замечу, что для вас может быть это и непонятно Но для украинцев это очень важно Для большинства украинцев является наиважнейшим Но опять, эта страшная гангрена под названием коррупция Перечеркивает в голосовании все достоинства И патриотическая предвыборная платформа Порошенко Его платформа национальной безопасности Под названием армия Мова Вера Если вы не поняли, переведу Армия Язык Вера Находят, к сожалению, отклик только у 17% избирателей Народ же, судя по результатам первого тура Отдает более 30% голосов за Владимира Зеленского Обещающего уже все и сейчас Не понимая, что все и сейчас бывает только в кино В том кино, где Зеленский исполняет главную роль Он все-таки, как бы то ни было, комедиант и звезда украинского телесериала «Слуга народа», о котором я говорил Который, кстати, транслируется на Netflix Более-то я вам скажу Если бы сегодня эстрадный певец Олег Винник Сердцеед За которого бы отдали голоса женщины от 40 до 60 лет Я думаю, он бы набрал бы не менее 70% Если вы не знаете, кто такой Олег Винник Опять же, это никакой не камень во ваш огород Это что-то такой, прототип Стаса Михайлова в шоу-бизнесе в России Так вот, если бы Стас Михайлов пошел бы на такие же выборы Справедливые, если бы в России не состоялись Мы сейчас не говорим о Путине Я думаю, он бы тоже набрал эти голоса Потому что узнаваемый человек Раскрученный именно благодаря телевидению И тому человеку, который на сегодняшний день Держит в своих руках ветви власти К нему, конечно, претензий намного больше Чем к тому, который только пробует Игорь, давай попробуем все-таки масса звонков Давайте попробуем чуть покороче И принять звонки, ответить на вопросы радиослушателей Добрый день, пожалуйста, в эфире Добрый день, я только хотела сказать свою думку Меня зовут Ира Вы знаете, 30% за Зеленского Это же не просто так Я желаю, что это урок для Порошенко И для своих олігархов Чтобы они трошки задумались, как сказал Кузьма Человеки, вы не боги Тому с народом треба раховаться Потому что народ может тоже до вас повернуть С другим местом Другое, что 30% Я думаю, что это как раз молодь Яка зараз живет в демократичном Украинском суспільстве И они никогда не знали Цего ужаса, который даже мы уже знали Я сказала, моя бабушка Не ма на вас Путіна Тому сейчас им очень легко Все так сделать фан с него И сделать такой выбор И третье, я думаю, что на час И не есть час сперечаться уже Про плюсы Порошенко Чи минусы Зеленского Суточки закинчились Кто кому-то не нравится Зеленский Просто идите и голосуйте за Порошенко Хотя я думаю, что Порошенко Став президентом Треба, чтобы как-то стало чудо Но может, так как все это Отбывается в Великоднии свята Может, Бог какие-то чудо нам Такое сделает Это такая моя думка Может, трошки, я знаю, незгодная Но думаю, что это вот и есть Спасибо, это был не вопрос Это такой короткий выступ Комментарий Спасибо Мы как раз и хотим, чтобы было больше комментариев Высказывания своих мнений в нашем радиоэфире Спасибо большое И следующий звонок Добрый день, пожалуйста Здравствуйте По-первых, я поднимаю попереднюю слухачку А во-вторых, Игорь Вы слышали, видели интервью Гордона с Белецким Видел Видели И вы что, вы не поверили ему? Белецкому С Белецкому? Вы понимаете? То, что он говорит, это явная правда И в таком случае Порошенко не просто не может Он не имеет права баллотироваться Он просто преступник Вы понимаете? Потому что все, что происходит Вся эта война, которую он обещал прекратить за две недели Ему поверили, поэтому его и выбрали Иначе бы его просто не выбрали первый раз По крайней мере, в первом же туре Вот Но это просто невозможно Выбирать такого человека второй раз Вы говорите, простить Простить гибель людей Это же на его совести все Он воровался не просто так воровал Он оседлал все эти самые схемы Януковича Он пришел не бороться с ними, а оседлал, сел сверху Он воровал больше Януковича Ну, народ даже не из-за этого против него выступает Тот, который голосует, не проголосовал за него А потому что, ну, невозможно Как Белецкий рассказывает, в течение месяца они добивались разрешения освободить Мариуполь Это 150, ну, чуть больше чем 150 человек освободили Мариуполь Не кадровые военные, просто добровольцы Ну, просто, ну, ну Не в какие ворота И вы его защищаете Я бы меня удивляет делать просто До свидания Давайте так У меня одно вам условие, уважаемые радиослушательницы Видишь, Сережа, у нас все-таки преимущество имеют сегодня женщины У них, наверное, больше сердца Мы просто не даем возможность принять больше звонков У нас все линии горят Народ звонит Да, может, попробуем принять все-таки Может, и радиослушатель что-то сказал Конечно, конечно, что хочу сказать Не возлагайте на меня ответственность за ошибки Игорь Бокий с большим уважением Но сегодня он поставил не на ту лошадку, которая должна выиграть Эта лошадка уже, извините, обкакала И очень жаль, что Игорь Бокий присоединился к этой лошадке Спасибо А где вы, подождите, Сережа, не включая другого радиослушателя А где вы услышали, что я присоединился или поставил на какую-то лошадку Я сегодня постарался дать более-менее равноудаленный, еще раз подчеркну Момент своего мнения по поводу Зеленского, по поводу Порошенко Я назвал плюсы и минусы одного и второго степени ответственности Я не прокурор, я не судья, чтобы огласить кого-то, как вот наша предыдущая радиослушательница Так что кто-то преступник, пока нет вердикта суда, мы не можем никого объявлять Мы можем только предполагать, хотя многие вещи очевидны Давайте так, сегодня же Игорь Бокий не выставил свою кандидатуру на президента Украины И я в этом обществе среди них, я имею ввиду Порошенко и Зеленского, просто третий личный Мы сегодня даем вам уникальную возможность, уважаемые радиослушатели, высказать свое мнение И может быть даже спрогнозировать, а что же будет дальше, если будет президентом Порошенко или будет президентом Зеленский Если у Порошенко возможность отбить эту разницу почти в два раза, 16-17% в течение оставшихся 2,5 недель И многие-многие другие моменты То есть, еще раз говорю, я же не несу ответственность за тех избирателей, которые избирают вот таких вот руководителей Украины Хотя у меня, откровенно и честно вам говорю, просто сердце болит по поводу того, что происходит сегодня в моей родной стране Ну давайте, примем следующий звонок, добрый день, пожалуйста Добрый день, я вам звоню как раз из Мариуполя, из Украины, можно? Конечно А я хотела бы, ну такой вопрос или наблюдение Вот подскажите мне, пожалуйста, я вот с Мариуполя как раз, которая освобождала ЗОВ, да? Я сразу скажу, я голосовала за Порошенко, потому что мы боимся наступления России на Мариуполь Но я последнее время наблюдаю, если вы обратили внимание, во что превратились наши каналы украинские Да, они у нас были, может, не сильно интеллектуальные, но они были украинские Вот сейчас, если обратить внимание, все каналы превратились в похожие на российские И такой ведущий, как приехал из России, Гонопольский, он работает на Порошенко, кстати, каналы Он ведет такую же агрессивную, не когда у нас в Украине, но как бы пропаганду И она сильно влияет на людей, люди отключают и переходят в интернет И это восстает против Порошенко Мне кажется, он просто какую-то диверсию совершает против... Он думает, что он лучше, а может, он специально это делает И как он ввел в нашу политику Медведчук, до сих пор этого не было И это Медведчук, как бы он говорят, что он с Порошенко связан А как он появился? Он же был в подполье, как бы, он там сидел себе, что-то делал, там, бизнес А сейчас вот он... Никто его не трогает А это ж мерзость, понимаете? И мне, и Порошенко, мне кажется, в такую ловушку попал Ну, Зеленский, понятно, это... Но каналы наши стали похожи на российские Если вы по-настоящему стоите, один к одному Я единственное, что хотел бы вас спросить, как у жительницы Мариуполя Вы пойдете голосовать во втором туре? Отключилась наша радиослушатель Давайте примем следующий звонок, добрый день Добрый день, да, можно свое мнение высказать? Пожалуйста Да, я так считаю, мистер Бокий или пан Бокий, что Порошенко не только отобьет свои проценты А он с огромным преимуществом еще и выиграет у Зеленского Ну, это понятно, что клоуну не дадут стать президентом Но если за Порошенко проголосовала Дебальцева, Горловка, неподконтрольные территории Территории, находящиеся в ДНР и ЛНР То что говорить о втором туре выборов? Вы же сами понимаете, что США купили всю конюшню Но для них главная лошадка это Порошенко Спасибо Это твой старый знакомый Если ты видишь видео, смотришь видео, я даже заулыбался Я на сто процентов был уверен, что он позвонит Давайте примем следующий звонок, добрый день Добрый день Игорь, здравствуйте Здравствуйте Вы сказали, что Порошенко принял коррумпированную страну Ответьте на вопрос от вашего ответа я продолжу Коррупция при Порошенко увеличилась? А мы можем иметь какой-то плацдарм, какую-то форму Какова была коррупция при Януковиче, при Кучме, при Кравчуке? Ну вы так сказали, что он принял коррумпированную страну То есть надо определиться с единицей измерения коррупции Надо определиться В чем мы можем измерить? В количестве Я, допустим, в этом случае ориентируюсь на моменты решения судов Вот суд определил, сказал, а не так, что какой-то корреспондент озвучил Была, кстати, большая шумиха по поводу всякого рода казнократства в Министерстве обороны Решение не принято Я понимаю, что это есть Мы каждый из вас это чувствуем нюхом своим Значит, Порошенко Подождите, подождите, дайте я закончу свое мнение Ну я понял вас Мы можем обвинять всех властьимущих Вопросов нет Но скажите мы, граждане Украины Когда мы у себя дома идем с определенной взяткой к врачу Потому что нам нужно, чтобы нас обслужили хорошо Когда мы идем к учителю, чтобы наш ребенок получил хорошие оценки Когда мы идем к землеуправителю в городской совет Чтобы получить хорошую землю и в большом количестве площади Для того, чтобы построить дом или свой бизнес И снова несем деньги туда Так что мы должны обвинять только тех людей, которые руководят этой страной А мы же фактически рядовые украинцы тоже носители этой коррупции Игорь, Игорь, ну зачем вы эти мелкие примеры берете бытовые? Я говорю о крупной коррупции Никто не посадит Так вот с этих мелких бытовых комментов С этих мелких бытовых комментов все и начинается Порошенко Порошенко В Дебальцево Когда подписывал Свершилось Дебальцево Погибли тысячи украинских солдат А он их мог спасти Путин ему предлагал А он прав Господа, позвольте я вас остановлю Я понимаю, что к общему знаменателю мы не приемли Спасибо вам большое за ваше мнение За ваше, так сказать, переживание За то, что происходит И давайте попробуем Спасибо большое вам Давайте попробуем принять следующий звонок Я думаю, достаточно людей Которые бы хотели поделиться своим мнением Высказать свою боль Или наоборот радость Пожалуйста, вы в эфире Добрый день Вы знаете, у меня дети работают Я уже тут только 20 лет А дети мои практически все время работают в Украине И они говорят, что такой коррупции, как сейчас при Порошенко Не будут даже при Нуковиче Что я хочу еще сказать Что, если господин Боки помнит Как мы все ратовали за Ющенко Между прочим, при всем при том, что Я в противоположность Вадиму Единственный человек, который звонил и говорил Что Ющенко, психология колхозного бухгалтера И мы его все ругали И, так сказать, не поддерживали его Оказался все-таки он прав Может быть, он и сейчас прав окажется Как вы думаете? Спасибо Ну, я с вами абсолютно согласен В том плане, если вы вспоминаете 2004 год И когда мы все хотели, чтобы Ющенко был президентом И когда мы все видели в нем мессию И, в конце концов, через полгода Это действительно все улетучилось Как, не знаю, просто пар из молока Который уже перестали нагревать С вами согласен я Я же не говорю, что нет коррупции Я в своей вступительной части говорил На чем погорел на сегодняшний день руководитель страны Но еще раз говорю, она-то досталась ему в наследство Если мы поставим какой-то индикатор Шкала 10 баллов И если при Януковиче было 8 баллов То, допустим, Порошенко стало 9 или 10 Есть ли в этом большая разница или нет? Давайте говорить о том, что более-менее объективно в том плане И признаем И я это говорю Я же не отрицаю это Я не становлюсь на сторону Порошенко И не защищаю его сейчас Это все прекрасно видят Это все прекрасно знают Но нельзя все собаки навешивать на него К сожалению, времени совсем не осталось Мне остается только поблагодарить тебя За то, что ты принял участие в этой программе Поделился своими соображениями Поделился информацией о том, что происходит в Украине во время выборов Огромное спасибо Спасибо, Сережа Спасибо за возможность быть снова в эфире Народной волны И спасибо всем неравнодушным украинцам Которые сегодня позвонили И я призываю вас прийти И отдать свои голоса за своего кандидата Знайте, что 21 апреля состоится второй тур выборов И никому не запрещено проголосовать за своего кандидата Будьте здоровы Редактор субтитров А.Семкин